Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Городские новости. С вами Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о главных событиях, произошедших в городе за выходные и понедельник. Смотрите в информационном выпуске. Третий городской конкурс «Православная Моя Русь». В Смоленской области прошла операция «Правопорядок». Областные соревнования по дзюдо в Десногорске. Золотой дивизион хоккейной лиги в Смоленске. А теперь об этих и других событиях подробнее. В личном подсобном хозяйстве Брянской области обнаружено ДНК вируса африканской чумы свиней. Индивидуальным предпринимателям Десногорска, которые занимаются переработкой, хранением и реализацией мяса, необходимо согласовывать его ВОЗ с ветеринарной службой города, а покупателям быть предельно внимательными и приобретать товар только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов. В случае несанкционированной торговли живыми свиньями и свиноводческой продукцией информировать Десногорский филиал госветслужбы по адресу 1-й микрорайон, дом 12А. Глава Смоленска Николай Алашеев поставил задачу минимизировать число машин автопарка мэрии. Это будет сделано в том числе за счет списания тех авто, которые уже вышли из строя. Также в соответствии с распоряжением городоначальника автомобилей лишатся замы начальников различных управлений и структурных подразделений администрации Смоленска. 27 ноября в Доме детского творчества состоялся третий городской литературно-музыкальный конкурс «Православная моя Русь». Этот конкурс в Десногорске комитетом образования и православным центром проводится третий раз. В нем принимают участие воспитанники детских садов и ученики школ города. Этот конкурс ежегодный организуется для того, чтобы выявлять новые таланты, чтобы детей приобщать к православной культуре в нашем городе. В конкурсе приняли участие 91 человек. Конкурсная программа состояла из трех номинаций – вокальное искусство, художественное чтение и инструментальная музыка. В завершении мероприятия в каждой номинации были определены победители, которых отметили почетными грамотами. Оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» прошло в минувшие выходные в трех районах Смоленской области. В ходе операции проверено 165 лиц. Проводились обыски, проверки граждан, стоящих на профилактических учетах, владельцы нарезного и галкоствольного оружия, а также гостиницы, общежития, рынки, объекты торговли, пункты приема лома металла на территории обслуживания межмуниципального отдела Починковский. В результате проводимых мероприятий выявлено более 140 административных правонарушений, 95 из которых – правонарушения в области дорожного движения. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» раскрыто 24 преступления, среди которых кражи, побои, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, угрозой убийством, факты нарушения правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. На Смоленщине стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно проходит с 25 ноября по 4 декабря в целях стабилизации обстановки с аварийностью на территории области. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать на использование пешеходами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающих элементов. В период проведения операции выставлены дополнительные посты патрулирования. С пешеходами и водителями будут проводиться профилактические беседы. А сейчас о спортивной жизни города. В минувшую субботу, 28 ноября, в спортивной школе Десногорска состоялись два больших мероприятия по борьбе дзюдо. Это первенство и турнир Смоленской области. Подробно о событиях смотрите в следующем сюжете. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Смоленска, Десногорска, Рославля, Дзимидова, Сафонова, Ярцева и поселка Верхний Днепровский. Открыл соревнование заместитель главы администрации Сергей Тощев. Я хотел бы пожелать всем без исключения упорства в борьбе на сегодняшнем соревновании. Ну и конечно же победы. Ребята, давайте покажите. Кроме того, что вы будете бороться за первенство, мы, зрители, ваши друзья, родные, хотим посмотреть еще и красивую борьбу дзюдо. Поэтому удачи вам. После торжественного парада на трех татами развернулись спортивные баталии. В поединках каждый спортсмен пытался проявить себя. Азарт и желание победить присутствовали во всех схватках. Равнодушным оставаться в зале было довольно сложно. Зрители эмоционально поддерживали участников соревнований. Сын наш занимается, да, уже третий год. Мы пришли на его соревнования. Он у вас уже что-нибудь занимал? Конечно, неоднократно. В областной соревнования третье место раза три занимал. Городские первое место. Он у нас еще маленький, все еще впереди. Ручка, молодец. Занимается давно уже, наверное, лет с шести. Занимается регулярно. Ездим повсюду с ней. Болеем, переживаем, побеждаем. Лет пять жизни теряю за это вот. Но зато молодец. Молодец. Часто тут бываю. И каждый раз выигрываю. Сколько у тебя сегодня схваток? Три. Я уже все отборолась. Первое место занял. Было много улыбок победителей и слез проигравших. Десногорские дзюдоисты выступили достойно. По итогам областного первенства Максим Коваленко и Анастасия Тагильцева вошли в состав команды Смоленской области и примут участие в первенстве ЦФО. В начале ноября в Смоленске на чемпионате области по пауэрлифтингу команда Десногорска выступила достойно. Спортсмены заняли следующие места. В категории до 52 килограмм первое место Ксения Тарапушина. В категории до 57 килограмм первое место у Ольги Бешта. Среди мужчин второе место в категории до 59 килограмм занял Данил Чигунов. Четвертое место в категории до 83 килограмм у Михаила Румянцева. От души поздравляем земляков с победой. 29 ноября на ледовой арене Дворца спорта «Юбилейный» впервые в Смоленске прошла российская товарищеская хоккейная лига «Золотой дивизион» в сезон 2015-2016. Наш мобильный репортер побывал на матче и любезно предоставил нам информацию и снятое видео. На льду встретились хоккейный клуб «Автодор», «Смоленск» и «Московский Космо». Градус встречи был высоким, игра получилась довольно напряженной. Около тысячи болельщиков и любителей хоккея пришли на матч. В первой половине первого периода москвичи активно атаковали ворота нашей команды. Но это не помешало смолянам вырвать очко у соперников. Заброшенная шайба оказалась единственной в матче со стороны нашей команды. Во второй и третий периоды в обоюдоострой борьбе команда «Космо» забила четыре шайбы в наши ворота. Матч завершился со счетом 1-4 в пользу хоккейного клуба «Космо». «Автодору», к сожалению, не удалось одержать победу. Впереди у команды достаточно матчей, чтобы отыграться и подняться в турнирной таблице. 21 ноября в городе Ярцево Смоленской области прошел пятый открытый турнир городов России и Республики Беларусь по самбо, в котором приняли участие и десногорские спортсмены. Первое место занял Максим Коваленко, третье место – Илья Ковалев. И пятое место у Андрея Бондаря и Станислава Ковтуна. Мы поздравляем наших спортсменов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова